МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Наш долг дать вам его. В студии Юрий Зинчук. Здравствуйте. Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия, 21 век. Санкт-Петербург сегодня. А что это за город? И как в нем жить? События, их последствия, явления, их причины, люди, их слова и поступки. И эта неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе МОТОР! В Петербурге закрывается Генконсульство Финляндии. Это ответ России на действия финских властей. И если не в Европу, то куда теперь мы будем прорубать окно? Одно из направлений – Африка. Это огромный континент с огромными ресурсами, с огромным потенциалом. И это было всегда. Битва за остров Грязный. Здесь, на острове Грязный, за этим забором, прямо сейчас, сносит здание бывшего завода Петра Спирт. На острове Грязный будет реализован девелоперский проект. А каким он должен быть, чтобы памятники промышленной архитектуры не были уничтожены? И каким вообще должно быть будущее всего серого пояса Петербурга? Простите, а можно с вами познакомиться? Ой, я очень боялась. Я думала, он меня увидит и все, бросит сразу. Как и где можно познакомиться в Петербурге? И почему даже в цифровую эпоху так называемые аналоговые способы поиска встреч не теряют свою актуальность? Вот как сейчас знакомиться? А начинать надо с тех людей, которые вокруг. Деревенский Петербург. Пройдем по этой деревне и посмотрим, чем живет она сейчас. Но все так же ночью снится мне деревня. Но начинаем мы с одной из самых громких политических новостей этой недели. Эта новость касается непосредственно нас, нашего города. Ведь для нас Финляндия была доброй страной-соседом. Еще со времен ленинградского фольклора мы помним поговорку про то, что курица не птица, Финляндия не заграница. Но все меняется. И эпоха дружественной Финляндии уходит в прошлое. Хочется надеяться, что ненадолго. Но пока это факт и строчка в хронике новостей. Итак, в четверг, 6 июля, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила о том, что посол Финляндии в России, антихелентеря, был вызван в МИД, где ему выразили протест в СИЗИ, цитирую по тексту документа, с антироссийской политикой, направленной на слом российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества. Разрыв торгово-экономических, межрегиональных связей и прямых контактов между гражданами. Кроме того, обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, что не может остаться без ответа. Конец цитаты. И эскалация напряжения в наших отношениях с Финляндией растет. Наверное, более острыми и напряженными они были только в эпоху Зимней войны между СССР и Финляндией. И как факт, с октября закрывается Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Вот вы видите, что сейчас происходит у Генконсульства Финляндии. Многие помнят и знают этот адрес. Преображенская площадь 4. Но теперь все это заканчивается. И до закрытия финского Генконсульства остаются считанные месяцы. Такова политическая реальность наших дней. Ну, трагедии из этого делать не надо. Надо искать какие-то новые пути нашего взаимодействия с миром. И они есть. И их много. Напомню, что в этом месяце, а точнее 27 июля в Петербурге пройдет второй саммит «Россия-Африка». Об этом уже неоднократно заявлял президент Владимир Путин. И это ответ на те международные вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Если окно в Европу, прорубленное еще Петром Первым, закрывается, то куда же тогда идти? На восток? На север? Да, конечно, и это мы делаем. Очень активно сейчас делаем. Но нельзя забывать и про юг. Африка – это новая точка силы на карте мировой политики. Которая долгое время как-то оставалась в тени мировых геополитических процессов. Но сейчас с каждым днем Африка уверенно выходит вперед международной повестки. И этот саммит, который пройдет у нас в Санкт-Петербурге, станет важной вехой в отношениях между Россией и Африкой. И символично то, что этот саммит пройдет на площадке экспо-форума. Там, где традиционно проходит Петербургский международный экономический форум. Хотя Африка всегда была с нами. Что там говорить, даже африканские корни Пушкина тому пример. И как никогда точно всегда звучит перефразированная поговорка «Пушкин, он и в Африке Пушкин». Помните, когда ж начну я вольный бег, пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии. И средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России. А что еще связывают наши страны в историческом, культурном, экономическом плане? Ведь именно по Африке гулял Бармалей. Тот самый, имя которого было взято с таблички адреса на Петроградской стороне. Улица Бармалеева. Очень интересная и увлекательная тема, которая, поверьте, с каждым днем будет обретать все большую и большую актуальность. И это подтвердит Иван Уваров. Ударять нужно ритмично. Сначала по малому колоколу, затем по большому. Это Гатинго – традиционный африканский колокольчик. Его звук – это основа музыки и ритма в Африке. А еще символизирует начало новой жизни, новых отношений. Это Кэмвэй, студент из Камеруна. В Петербурге учатся на менеджера по туризму, поэтому третье лето подряд он вот так, каждый день, с 10 утра до 8 вечера, проходит языковую практику. Тебе что, ничего не платят? Не платят? О, я волонтер. Найти работу африканцу в Петербурге сложно, вздыхает Кэмвэй, поэтому пока так. Но вообще он мечтает стать агрономом. Правда, никак не может поступить на эту специальность. Не хватает знаний. Получит диплом в сфере туризма и обязательно пойдет учиться на профессию мечты. А затем вернется в родной Камерун. Петербург совсем не похож на Камерун, говорит Кэмвэй. Да, здесь тоже есть что посмотреть, но там, в такой далекой и такой родной Африке, поразительные пейзажи и неизведанные места русскими туристами, для которых сейчас наступает время открывать Африку, Кэмвэй, как эксперт в туриндустрии, рекомендует. Анастасия, а что русский турист сегодня хочет увидеть в африканских странах? Я прожила сама в Африке полгода, в ЮАР как раз. И ты едешь по дороге, у тебя бегут страусы, вот рядом с тобой. Ты едешь с безрулем, у тебя страусы, а с другой стороны бабуин. И вы абсолютно мирно существуете друг с другом, у вас все хорошо. Те, кто был в Африке, смотрел закаты и тут и там, Африка. И для справки, сейчас в условиях тотальной изоляции каждый 15-й российский турист интересуется поездкой в Африку. Да, пока континент малоизведан в этом направлении. Но потенциал есть, а значит на саммите Россия-Африка. В ходе встреч, переговоров и пленарных заседаний станет ясно. Что Африка может дать нам, а что мы можем дать Африке? Очень простые вещи. То есть именно в области сельского хозяйства, фермеры, их интересуют. Сельхозтехника, удобрения, технологии обработки почвы. Все очень просто, они такие же люди. И точно так же хочется легкую промышленность развивать. Современный африканец давно уже не живет в хижине. Вообще, по своей натуре, бизнесмен. Так мне сказал Майкл. Он 37 лет в Петербурге. И в самые сложные годы, в 90-е, построил в чужой стране свой бизнес. Я работал таксистом, я работал экскурсоводом. Ну, все, что угодно я делал. Но главное, чтобы, ну, честно, заработать и жить. Сейчас у Майкла кафе в центре Петербурга. Основной доход от русских банкетов. Но африканцы знают, что в Петербурге только у Майкла можно поесть как дома. Потому что эти блюда он готовит так, как его учила мама в родной Нигерии. Это как бы хайдрит. Я буду как вы, давайте. То есть мы что делаем, мы берем руками. Так. Потому что его нужно не сжевать вот этой штучкой. А проглотить? А проглотить. Получилось. Для меня это африканская экзотика. А для Майкла это уголок теплого дома в холодном и дождливом Петербурге, у которого ничего общего с Африкой нет. Кажется, что нет. Но на самом деле... Пушкин, он и в Африке. Пушкин. Это памятник Пушкину в столице Эфиопии, из которой родом знаменитый предок солнца русской поэзии, самый знаменитый африканец царской России – Ганнибал. Получается, что Пушкин – самый знаменитый африканец в России. Что между нами общего? Да все оказывается так. Пустыни чахлой и скупой, На почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит один во всей вселенной. Но нет, это не Сахара, а всего лишь 70 километров от Петербурга Бронницкий карьер. И, признаться честно, здесь прохладно. Но, согласитесь, так и кажется, что где-то там, за барханами, сейчас пройдет измуренный зноем караван. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Корней Иванович Чуковский прогуливался вместе со своим другом, художником Добужинским, по Петроградской стороне свернул на улицу Бармалеева, названную в честь купца по фамилии Бармалеев. Кто был этот Бармалеев, в честь которого целую улицу назвали? У какой-нибудь из императриц мог быть лекарь-англичанин. Он мог носить фамилию Брамлей. Улицу могли назвать Брамлеевой, а потом, когда фамилия забылась, переделать и в Бармалееву. Так лучше по-русски звучит. Я знаю, кто был Бармалей. Он был страшный разбойник. Вот как он выглядел. Ну и тогда Добужинский на листке своего этюдника изобразил злого, ужасного бородача. Вот так на Бармалеева родился Бармалей. Что такое, Семенов? Это тот случай, когда мы хотели рассказать историю про любовь африканца и петербурженки. Классический эпизод для такой темы, как говорят журналисты. Но в этой «Лавстори» нет романтики. Мама, она не живет с нами. Когда ему было 6 месяцев, вот она ушла. Вот. И я, ну, продолжал, естественно, то, как обычно говорят, типа, вот, пацан сказал, пацан сделал. Вот. Я не могу оставить своего ребенка, потому что я понимаю, что кроме меня, вот, у него никого нет. Из Камеруна в Россию Крис приехал 13 лет назад. За эти годы обрусел, даже думает уже на русском. Хотел быть авиаштурманом, но его звездный час происходит здесь, в небольшом хореографическом зале на Петроградской стороне. Он много работает, чтобы помогать родственникам в Камеруне и растить сына в Петербурге. Моя любимая мечта – это, ну, первое – это сделать эту красавчику лучше, чем я. Вот. Это первая мечта. А второе – это, ну, как сказать, быть успешным. Работать день и ночь. У африканцев это заложено на генетическом уровне, говорит Крис. Работа в Африке, как правило, низкооплачиваемая. Поэтому его соотечественники стараются вырваться на рынки других стран. Вот один из примеров. Это участники проекта «Привет из Африки». Повара, грузчики, строители, студенты, многодетные отцы объединяются в творческие коллективы и записывают видео-поздравления для русских. Вот такой международный бизнес. В нашем проекте работает 86 наших африканских друзей абсолютно из разных провинций и регионов Конго. И благодаря нашему проекту они имеют возможность качественно питаться и отправлять своих детей в школы, что довольно непросто в Африке. Узнав это, мы тоже решили заказать видеооткрытку из Конго. Тем более, есть прекрасный повод. 10 лет программе «Пульс города». Новый сень, губернатор! Зидите все! Это даже правда! Издетесь нец! Чем живет! Левики готы! Матер! Уга! Рье! почему африка сегодня это точка силы это огромный континент с огромными ресурсами с огромным потенциалом и это было всегда это растущая потенция да в растущая потенция континента африка всегда было точки силы обратили внимание мы на это только сейчас в условиях тотальной изоляции но мир шире чем нам кажется и даже на первый взгляд известные страны континенты оказываются неизведанными и малоизучены до африка и россия мы такие разные и так не похожи друг на друга но у нас намного больше общего чем порой нам это кажется иван уваров пульс города а теперь официальная хроника на этой неделе прошло очередное заседание правительства города один из обсуждаемых вопросов поддержка материнства и детства губернатор александр беглов заявил что только в этом 2023 году на эти цели было выделено внимание 14 миллиардов рублей огромная цифра и эта помощь будет усиливаться со стороны правительства города в рамках национальных проектов утвержденных президентом российской федерации в этом плане петербург находится на передовых позициях среди других регионов россии и на этом заседании правительства была обнародована программа по повышению рождаемости в санкт-петербурге на 2023-2025 года она направлена на улучшение репродуктивного здоровья петербургцев на поддержку петербургских семей в связи с рождением и воспитанием детей созданием условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей улучшение жилищных условий молодых семей и семей с детьми так называемый демографический пакет сейчас включает себя региональный материнский капитал региональный земельный капитал единовременную компенсационную выплату женщинам родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет единовременные компенсационные выплаты при рождении 1 2 3 и последующих детей а также иные выплаты предусмотрены социальным кодексом санкт-петербурга с 2023 года на принципах социального казначейства предоставляется единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка введение этого пособия обеспечивает поддержку малобеспеченным семьям с детьми с момента беременности и до достижения ребенком 17 лет вот так город помогает в этом самом важном и благородном деле в нашей жизни рожать и воспитывать детей и послание федерального собрания президента он назвал низкие доходы прямой угрозы нашему демографическому будущему прошло в рамках рассматривания программы особого внимания уделить совершенствование региональной системы финансовой поддержки семьи при рождении детей на федеральном уровне планируется установить единый статус многодетной семьи с наделением региона вправом ее расширять такие семьи должны стать ответом на демографические наши вызовы нам важно не только сохранить многодетные семьям действующие региональные меры социальной поддержки но и доработать их с учетом федерального статуса после его утверждения ну и продолжим тему семьи только немножко с другой стороны повод есть очень актуальный мы отмечаем на этой неделе почти национальный праздник день семьи любви и верности кстати по случаю празднования в пулковском парке 8 июля с 11 до 17 часов состоится семейный фестиваль его гостей ждут квесты мастер-классы лекции спортивные занятия эстафеты а также призы и подарки как рассказали организаторы в программу фестиваля войдут и мастер-классы по робототехнике созданию картин запуск воздушных змеев шоу мыльных пузырей розыгрыши игрушек билеты в театры агвагрим коллекции дизайнерской одежды а также профессиональные советы для молодых семей как получить от государства квартиру или 350 тысяч рублей на обучение или свой стартап то есть не только интересно но и полезно можно провести время с детьми еще раз повторю событие состоится в пулковском парке 8 июля с 11 до 17 приходите вход бесплатно но вернемся к нашей теме семьи любая семья начинается с чего правильно со знакомства в первую очередь надо познакомиться а уж потом проходить все последующие этапы создания семьи а как познакомиться как это сделать вот например на днях известная иностранная платформа тиндер объявила о своем уходе из россии сервис закрылся но сразу скажу не тиндером единым в наше время существуют огромные возможности для того чтобы познакомиться с кем-нибудь для дальнейших отношений и не только с помощью тех способов о которых рассказывала героиня из фильма москва слезам не верит полина ганечева раскроет все секреты на тему знакомства большом городе в истории любви петра и февронии все сразу было понятно он точно знал что только она может его исцелить она сразу обозначила требование вылечу если женишься никаких долгих переписок странных статусов вот как сегодня в мегаполисе в эпоху когда даже романтика стала цифровой найти своего человека то есть вы хотите к нам прийти и сыграть свадьбу вам нужно приехать к нам сюда в офис с паспортом то что в романах называют судьбой или чудом для татьяны николаевой просто рабочая задача она профессиональная сваха рынок женихов и невест в петербурге за последние несколько лет изменился мужчины приходят за помощью уже не в 40 45 а начиная с 30 лет а вот петербурженки наоборот не спешат искать себе пару сначала карьера а потом конфеты и букеты мы перепутали все есть чакры женские есть чакры мужские а если у женщин начинает работать мужские чакры или мужское поведение мужской погибель там же вам много в чем вот в этой же силе там или да мужчине зачем нужен второй мужчина женскими половыми признаками вот вот как сейчас знакомиться начинать надо с тех людей вообще которые вокруг на работе нужные чакры не открыть здесь мужская энергия поэтому поедем лучше туда где знакомились еще наши родители а я вот в научный зал ленинской библиотеки пропуск зачем ставишь к там контингент академики доктор и филос проведем эксперимент без камеры попробуем с кем-нибудь познакомиться в медицинском хотите вам по книге погадаю один вопрос один ответ страница и строчка на меня зинаида не обращала решительно никакого внимания не знаю как у ирины муравьевой получилось у меня не вышло придется по-другому в интернете потенциального кандидата можно заранее оценить и как с покупкой если что сдать по гарантии заблокировать пользователя владимир и лидия полгода не решались встретиться в реальном мире переписывались ой я очень боялась я думала я не увидит и все бросить сразу ну да а оказалось что оказалось пришел стесняется я стесняюсь и все и мы так и встретились пообщались он мне цветочки принес и экскурсию устроил она попросила проведи меня по центру города только так чтоб потише и чтоб красиво одно из главных западных приложений для знакомств в россии больше не доступно это несколько миллиардов сгенерированных пар в год может пора вернуться в те времена где для всего в любви была своя инструкция будешь швыроваться да а это больно елагином дворце готовится очередной бал полонез и польку где за талию не держится танцуем со всеми мазурку и вальс только с хорошо знакомыми юношами разговор держать комплименты отпускать цитатами из классики обсыпать стихи читать могла ли барышня танцевать несколько танцев подряд с одним кавалером могла но не более 3 оттуда возникла поговорка три раза пригласил делай предложение и вряд ли тогда мужчину можно было обвинить в том что он не понимает женских намеков ведь язык знаков был единственным разрешенным если я прикладываю к области лба закрытый веер это означает что я думаю о вас мои мысли о вас и и даже эти полу намеки почти всегда были частью выгодной сделки двух семей вот тот же бизнес-проект только в платье с кринолином красиво но не всегда про любовь неизвестно как бы сложилась история нашей страны если бы ни одна встреча его и ее недалеко от пересечения думской с невским проспектом одна компания решила сходить на концерт аркадия райкин было решено встретиться у билетных касс и вот как она вспоминает о своих первых впечатлениях о нем он был очень скромно одет я бы даже сказала бед совсем невзрачный такой на улице я бы даже не обратила внимание но на следующий день был новый театр и спектакль а потом еще один ее звали людмила владимир владимир любая красивая сказка потрясает по-настоящему когда в конце читаешь основана на реальных событиях и вот такие герои наталья анатольевна и олег инверович вместе 55 лет ходил провожал после вечеров каких-то там до дома вот еще в школе а потом когда в институте уже начали учиться сидел на подоконнике и вся наша группа они были сидит дядя ну или все и высидел за все интервью они не смогли вспомнить ни одной своей серьезной ссоры в этом доме даже не поняли такого вопроса а зачем ссориться и что в семье можно делить как вместе прожить 55 лет с одним человеком которого ты уже знаешь казалось бы вдоль и поперек вот именно поэтому ты знаешь его вдоль и поперек и поэтому ты от него не ожидаешь никаких таких вот фортелей и фокусов ты уверен в этом человеке правда это знаешь что ты ему поможешь в любой ситуации болела и все что хотите рассчитывали только на себя сегодня мы завидуем их истории они спорят у наших родителей было еще лучше взрослели раньше общались только в живую и чем дальше мы отматываем назад время тем романтичнее нам кажутся истории которых мы сами никогда не видели но самое важное любовь остается ведь все равно где и как ты встретишься своего человека важно не потерять его и себя в этой истории парина ганичева пульс города продолжаем выпуск в музее аннахматовой фонтанном доме открылась очень пронзительная выставка с названием из библейского текста ежеписах писах что написано то написано но в подтексте более точный перевод что написано то и истина впервые для широкой публики представлено более полутора сотен рукописей автографов ахматовой гумилёва бродского модельштама булгакова фантастически интересная выставка которая позволяет проникнуть в буквальном смысле в мир этих великих мастеров слова подглядеть а как они творили вот посмотрите например автограф короткого стихотворения ахматовой 61 года конец демона первоначальный текст звучал так словно врубель наш вдохновенный лунный луч тот профиль чертил и пропел нам ветер блаженный то что лермонтов сотворил и ахматова поверх машинописного первоначального текста буквально двумя словами меняет весь его смысл слова пропел она заменяет на поведал а сотворил на утаил и это уже абсолютно другое произведение более глубокое таинственное по смыслу вот послушайте словно врубель наш вдохновенный лунный луч тот профиль чертил и поведал ветер блаженный то что лермонтов утаил анна ахматова это гениально вот давайте пойдем на эту уникальную выставку и взглядимся в нее более пристально и подробно один из таких самых пронзительных экспонатов на этой выставке это вот эта маленькая записочка начальник шмоная клади на место и книг не кради таких записочек на самом деле было много ульва николаевич гумилёв его супруга вспоминала про то что каждый раз когда он выходил из дома или куда-то выезжал он в ящик стола где лежали рукописи или на книжные полки подкладывал такого рода записочки зная что в его отсутствие приходит смотрят уходит и он с таким вот в общем со свойственному чувством юмора и отвагой такие наставления оставлял для тех господ которые в его отсутствие приходят в его дом во время их единственной встречи цветаевый ахматовый прямо накануне войны состоявшийся в москве и буквально накануне гибели цветаевой от которой они обе видимо ждали очень много но она получилась эта встреча очень странный сухой и ну видимо это был такой итог да для для обеих какой-то порог новой другой жизни для цвета и мира иного для ахматовой ухода в другую действительность в общем цветаева подарила ахматовая бусинку из магометанских четок освещенных в мекке и эту бусинку ахматова забрала и хранила как дорогую память об этой встрече и о цветаевой и ее судьбе это четверостийшая до конец демона 61 год на выставке представлены в виде машинописи с правкой ахматовой текст этот как и в общем многие стихотворные прозаические тексты ахматовой связан с размышлением о таинстве творчества до таинстве появления слова звука все побеждающего до в машинописной редакции совершаются принципиально важные правки ахматовой словно в рубель наш вдохновенный лунный луч тот профиль чертил и пропел нам написано машинописным текстом зачеркнуто и поведал ветер блаженный то что лермонтов сотворил сотворил ахматова зачеркивала и ставит совершенно другое слово утаил это рукопись михаил лазинского знаменитого переводчика которым голосом которого в общем звучит для нас данте своего божественной комедии михаил лазинский как ахматова остаются они не уезжают из россии они выбирают этот путь в двадцать четвертом году когда михаил лазинский выезжает финляндию пишет своей сестре что уехать из россии в то время когда вот рушатся эти миры для него не представляется возможно потому что кто-то должен сохранять культуру нужно нельзя из-за забора смотреть на то как разрушается все надо по возможности сохранять делать то что мы можем сделать здесь и сейчас вот в этих предлагаемых обстоятельствах мы видим в общем сгоревшую бумагу пепел да и фигуру такого одинокого человека стоящего стоящего на этом пепле мы в этот момент думали о булгакове о которой говорил что печка и да и его лучшие это лучший редактор для него потому что нас благодарностью принимает все квитанции и какой-то мусор и и даже упаси боже стихотворные тексты и это конечно для нас еще память о создании реквиема да а его сохранение сохранение слова когда самые близкие люди приходили сюда фонтанный дом кахматовый был 11 человек в том числе и лидия корнеевна чуковская и ахматова думая что идет прослушка в ее комнате приглашала к себе вот таких вот важных гостей да и лидию чуковскую например они нарочито громко говорит там о погоде жизни на каких-то бытовых вещах а потом случался обряд горестные прекрасные руки спичка пепельницы после прочтения какого-то отрывка реквием которыми лидия корнеевна запоминала рукопись сжигалась и в общем очень долгое время реквием на хранился в памяти вот этих одиннадцать самых близких людей четыре открыточки совершенно трогательные адресованные оси бродскому маленькому иосифу от папы это просто очень трогательное обращение отца к сыну который просит его учиться на пятерке вести себя хорошо и особенно иронично это звучит сейчас когда мы знаем судьбом бродского до его отношения к школе к учебе к пятеркам обращение лидии корнеевна чуковской 69 года секретариат союза писателей ссср в которой она очень резко и однозначно высказывается по поводу исключения из аюза писать александра сложеницына она считает что это национальный позор нашей родины люди которые прошли это страшное время прожили невероятную достойную жизнь потому что имели смелость сказать свое веское слово в той всех обстоятельствах которые в которых они считали нужным его сказать а теперь хроника происшествий тревожная новость на кожевиной линии вечером 3 июля загорелось здание бывшей ситценабивной фабрики имени веры слуцкой вот вы видите кадры этого пожара сотрудники мчс отработали очень профессионально и быстро огонь удалось потушить почти мгновенно но вроде бы можно на этом и забыть про этот пожар но мы помним какой трагедия точнее полным уничтожением памятника промышленной архитектуры закончился чем-то похожий случай на октябрьской набережной 50 когда сгорело здание невской мануфактуры а завод красный треугольник на территории которого периодически то там то тут возникают пожары все это свидетельствует о том что во многом судьба так называемого серого пояса петербурга то есть бывших промышленных территорий города не решена нет где-то судьба серого пояса все же решается удачно или не совсем удачно где-то появляются масштабные громадные жилые комплексы как например в районе бывшего варшавского вокзала на обводном канале где-то более правильное приспособление этих территорий как например это было сделано с территории завода севкабель на васильевском острове и вот еще одна новость по этой теме историк рамиль кавиев подал в к геоп заявку на выявление в качестве объектов культурного наследия нескольких выполненных стиле конструктивизма корпусов бывшего гидролизного завода на острове грязный заявка была написана 3 июля по закону до того как экспертом будет принято решение по ней спорные объекты нельзя сносить или как-то видоизменять как показывает практика рассмотрение этой заявки может занять несколько месяцев а там на месте бывшего гидролизного завода на острове грязный сейчас хотят реализовать девелоперский проект и так серый пояс петербурга как приспособить его по цели современного использования как пока точно никто не знает но вполне очевидно что от ответа на этот вопрос и зависит каким будет облик петербурга 21 века наталья медведева продолжить тему остров грязный территория бывшего гидролизного завода петроспирт новая точка на карте девелоперского петербурга этому адресу приковано внимание как градозащитников так и инвесторов завод открылся еще в 1928 году тогда он назывался пионер с тех пор территория несколько раз видоизменялась корпуса строили сносили но до сих пор не тронутая осталась водонапорная башня а еще несколько довоенных корпусов которые образуют единый архитектурный ансамбль градозащитники уверены эти исторические объекты необходимо сохранять с этой целью они отправили запрос комитет по охране памятников в то же время инвестор продолжает сносить корпуса гидролизного завода компания застройщик специализируется на строительстве жилья а значит эксперты делают вывод что на этом месте тоже будет новый жилой комплекс чтобы узнать какая судьба у этого участка земли звоним застройщику вы можете с обращением своем на электронную почту написать сами свяжутся по необходимости с нами да с нами не связались к сожалению мы уже отправляли запрос технической возможности соединить у нас тоже нет к сожалению только запрос перевести вас никуда не можем только запрос да мы отправили запросы и строительной компании и заводу петроспирт чтобы узнать что именно планируется реализовать на острове грязный согласно правилам землепользования и застройки эта территория относится к общественной деловой зоне это бизнес-центр магазины и жилые дома поэтому главный вопрос появится ли на карте серого пояса петербурга еще один комплекс пока остается открытым в городе все чаще звучит термин редевелопмент реконструкция старых промышленных объектов но по факту это перестройка еще полвека назад серый пояс занимал 40 процентов от площади города но в 90-е большая часть предприятий закрылась и теперь заводы уходят с промышленной карты города а на их месте появляются новые жилые комплексы территория бывшего мясного завода имени кирова он же мясокомбинат самсон завод основан в 1933 году раньше здесь производили 240 тонн мясопродуктов в сутки а сейчас этот промышленный гигант напоминает руины вокруг которых выросли новостройки жилые дома заняли половину территории от завода остались основной производственный комплекс и местная тэц здесь до сих пор частично сохранились интерьеры и некоторые документы типовые инструкции практически вот ао самсона по охране труда экскурсию по самсону нам проводит промышленный краевед александр треугольников он уверен здание может простоять еще не один год если приспособить его под современное использование много было раньше корпусов а теперь вместо них вот датной домик жители разделились на два лагеря одни считают что здесь надо все снести другие за то чтобы эти объекты вот в частности вот этот с она имеет статус выявленного памятника не сносили а ремонтирует по современной использовании а здесь могли бы из шаговой доступности быть и магазины и спортивные комплексы сейчас город начал историко-культурную экспертизу всего комплекса после нее самсон объект культурного наследия получит новую жизнь об этом рассказал вице губернатор петербурга николай линченко на прямой линии правительства по итогам выполнения и к историко-культурной экспертизы разрабатывается проект приспособления для современного использования и намерение как бы до инвесторов в этом конкретно объекте расположить тоже общественную функцию ну чтобы было понимание да то есть он будет сохранен как у каэн современного наследия объект культурного в тех предметах которые по итогам и к будут установлены это один из способов как 21 веке освоить серый пояс петербурга восстановите присвоить старым зданием новую общественную функцию промышленный пояс это гектары ценной городской ткани но что для нас часть истории для застройщиков просто бизнес и возникает вопрос как найти золотую середину между двумя составляющими сохранение исторического наследия и развитие старых территорий под нужды современного мегаполиса сегодня половина жилых кварталов строится на месте бывших заводов перспектива вся развитие санкт-петербурга очень тесно связано с работой именно с этими территориями они действительно многие предприятия уже не функционируют устарели либо переезжают да и здесь наверное важна роль комплексного такого взгляда на сопряженные территории решаются вопросы социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сети создания и благоустраиваются прилегающие территории компании застройщики всегда обещают благоустройство территорий создание инфраструктуры и сохранение памятников как пример паршавский вокзал в прошлом железнодорожный комплекс площадью 40 гектаров раньше на этом месте где я сейчас стою были рельсы по которым поезда подъезжали к варшавскому вокзалу теперь здесь новый развивающийся жилой квартал от вокзала остался по гаусс начала 20 века а также водонапорная башня и главное здание вокзала это еще один пример как можно перестроить территорию хотя быть частично сохранив ее историю для этого необходимо вписать в современную городскую застройку старинные здания завод красный треугольник открыт еще в 1860 году сегодня это один из самых сложных объектов на промышленной карте города на территории работает множество различных фирм и небольшие производства а раньше в этих же корпусах производили галоши шины игрушки и многие другие изделия из резины для всей страны корпуса завода пустуют не один год и в таком состоянии долго оставаться не смогут такие промышленные объекты самые сложные и ценные потому что уникальные говорит историк промышленной архитектуры валентина лилина самое главное сохранить оставить это для потомков в этом уникальность этого индустриального периода что таких замков кирпичных никто не будет строить и стилизовать никто не будет то есть мы или стираем эту страницу просто вот стираем уничтожаем или даем новую жизнь вот так на территориях старых заводов появляются деловые и торговые центры мастерские и магазины это еще один способ продлить жизнь серого пояса но есть и другие примеры левашовский хлебозавод снаружи с 30-х годов ничего не изменилось это все тоже здание в стиле конструктивизм но внутри теперь современный культурный центр бывшую котельную завода перестроили в современный зал для выставок и деловых конференций а там где раньше стояли котлы с водой мукой и другими ингредиентами для приготовления хлеба теперь офис с аутентичным дизайном любой такой объект тем более объект культурного наследия полное название это левашовский хлебозавод здесь выпекали хлеб в годы блокады но он имеет очень строгие регламенты по сохранению внешнего облика объема планировочных решений интерьеров сам кирпич это не предмет охраны постарались максимально его сохранить кирпич старались его восстановить хотя это было на сложной задачи сегодня серый пояс петербурга воспринимается как резервный пустырь для новой застройки на самом же деле это ценные гектары земли которые можно приспособить под различные функции открыть там общественное пространство новый деловой центр или небольшое производство ведь здания живут пока там есть люди и от того как мы осваиваем серый пояс зависит каким будет петербург 21 века наталья медведева пульс города а теперь очень пронзительная новость из колпина на этой неделе удалось спасти из подвального плена собаку астру и история заслуживает не меньшего внимания чем история хатика очень драматичная даже страшная история пять лет еще раз повторю пять лет эта собака была по сути замурована в подвале дома номер 22 на улице труда пять лет астра жила в темноте в подвале без света без возможности выйти на улицу спасло и только то что собаку подкармливала пожилая женщина которая раз в несколько дней приносила и миску с водой и какой-то едой почему жилищные службы никак не реагировали на просьбы жильцов это непонятно и даже жестоко вот например администрация колпинского района равнодушно вот вы видите их дежурную отписку переадресовала решение этого вопроса спасения собаки в комитет по благоустройству в подрядную комитет организации ооо ветеринарный госпиталь и пока вот так перекидывались чиновники дежурными отписками собака тихо и медленно умирала в темноте замурованном подвале несколько лет в полной темноте из-за этого она даже ослепла на один глаз и вот на днях наконец-то ее удалось спасти этими героями стали сотрудники благотворительного фонда северный медведь спасибо им спасибо вот давайте послушаем их рассказ про эту замечательную добрую выжившую в таких невозможных условиях собаку астру которая уже нашла новую семью смотрите мы приехали нашли дворника она открыла нам этот люк один был закрыт один был открыт через который кормил он открыт был открыли спустились посмотрели там что как поставили собаколовку собакин собакин ты хороший они с глазом что-то точно не то так что столько лет без света и буквально на через минут двадцать собака зашла потому что голодная собаколовка закрылась и мы уже потом достали на момент когда вытащили она вся кишила блохами во первых подозрение было что она ослепла ну и врачи сказали что сильно обезвожена и худая сейчас она приходит в норму она уже кушает мы съездили к офтальмологу зрение восстанавливается зрачочек реагирует на свет прямая зрачковая реакция отлично обратилась к нам женщина которая же ей понравился эта история но это что понравился и тронула и она сказал что эту собаку хочет себе взять чтобы остаток жизни она в счастье так пускай прожила и и А теперь переходим к теме, которую мы назвали немножко парадоксально. Деревенский Петербург. Нет, речь пойдет не про деревни в привычном смысле этого слова. Деревня – это то место, куда сейчас хочется уехать летом. Солнце, река, рыбалка, прогулки по лесам и полям – замечательно. Очень сейчас актуальная тема – деревня. Но мы поговорим про те деревни, которые были на месте нашего Петербурга. Петербург медленно наползал на эти территории, и они становились его частью. Можно было наблюдать очень интересные и даже причудливые метаморфозы, когда деревни становились продолжением города. А некоторые из них остаются до сих пор. Что сохранилось? Например, название Купчино, Автово, Коломяги. А что изменилось? Как и где эти следы прошлых эпох мы можем наблюдать в нашем современном Петербурге? Об этом репортаж Антона Цумуна. Раскар петербургского лета. Выезды из города заполнены машинами тех, кто уезжает подальше от мегаполиса. Ведь есть, казалось бы, вечные антиподы – город и деревня. Но вот факт. На самом деле в деревне можно оказаться совсем не покидая Петербурга. Идем сквозь деревню, да, улица-то была не деревенская, а вполне себе уважаемое большое шоссе. С краеведом Сергеем Наконечным в современном районе Автово пытаемся отыскать следы известной еще с 15 века деревни Автово. Или точнее Ауто с финского песчаной или пустынной. Но единственное напоминание о ней сегодня – вот это Сталинка на проспекте Стачек, контур которой повторяет планировку деревни 19 века, когда Автово восстанавливали после разрушительного наводнения. Вот эта радиальная планировка сохранялась вплоть до войны. То есть если мы находимся здесь, то вот она должна проходить, была вот тут? Да, на той стороне была. И вот уже после военной застройки, которую мы видим напротив метро Автово, она, значит, надо отдать дань уважения архитекторам того времени, они попытались хотя бы немножко эту вот радиальную дореволюционную застройку деревни Автово повторить, вот поставив дома с таким отступом. Еще до основания Петербурга здесь было с десяток хуторов и шесть кабаков. А если посмотреть на карту Петербурга времен основания Петербурга, можно увидеть, что весь современный центр города когда-то был целой россыпью деревень. Финская Хервисарь на стрелке Васильевского, вдоль фонтанки Кукушкина, Первушкина, Гришкина, Калинкина или деревня на Фемином конце, прямо на месте нынешней Дворцовой. Причина того, что эти деревни исчезли не только в строительстве Петербурга, но и в наводнениях, поэтому и строить их старались там, где повыше. Вот эта горка на Автовской улице не что иное, как берег древнего Литаринового моря. Ныне еще и единственная примета деревни, где исторически жили извозчики, и которая исчезла только в середине 20 века. А в каком году, получается, деревня ушла отсюда? Ушла уже во время войны, да, то есть последние дома были разобраны во время войны на дрова, какие-то, видимо, были сожжены, потому что линия фронта отсюда была совершенно 3 километра, недалеко, и здесь была прифронтовая зона, и после войны уже домов деревянных здесь не осталось. И уже окончательно сюда пришел город? Да, окончательно пришел город. И так часто бывает, что деревни уходят, но ее приметы остаются. Пример север города, исторический район Коломяги. Узкие улицы, малоэтажное строительство. С одной стороны, вроде, часть современного Приморского района, даже не окраина города. С другой, как будто воспоминания о деревенском быте. Но все так же ночью снится мне деревня, Отпустить меня не хочет родина моя. Да, Коломяги стремительно меняли свой облик и в советское время, и в начале нулевых. Но первой приметой того, что город начал постепенно проникать сюда, Стало появление одного из главных технических чудес того времени – железной дороги. До второй половины 19 века на этом месте был Сосновый лес. А когда здесь в 1870 году прошла финляндская железная дорога, Эти вокзалы, построенные на когда-то принадлежавших графу Шувалову землях, Стали буквально новым окном для жителей Петербурга в дачно-деревенский мир. Она начинает очень бурно развиваться, Потому что в 1977 году, когда покупаются эти участки дачным товариществом, Ну, собственно, таким кооперативом, да, можно сказать. Сотрудником районной библиотеки Анной идем дачно-прогулочными тропами Озерков, Где дорогие дачи стиля модерн исторически соседствовали с простыми домиками среднего класса. Но все же теперь это город, И у этого превращения есть конкретная дата – 1988 год, Когда открылась станция метро Озерки. Земля подорожала, а новые владельцы исторических дач приспособили их к новому времени. Люди могли рассматривать эти дачи. Люди давали им название. У каждой дачи, которая чем-то выделялась, Было название типа Вилла Бельмонт или Дом с грифонами. А сейчас проблема в том, что эти красивые, На самом деле в многом красивые, даже некоторые из них выдающиеся сооружения, Люди не имеют возможности рассматривать. То есть с новой эпохой и заборы стали гораздо выше. Но если в Озерках процесс урбанизации уже прошел, И они по сути остались дачным местом с поправкой на городскую среду, То в других районах этот процесс продолжается. Причем в совсем других условиях. Станция Нева. Сегодня слабо загруженное ответвление Октябрьской железной дороги. А чуть больше полувека назад для его обслуживания Здесь был выстроен целый рабочий городок. Сегодня только эти несколько домов на улице Станция Нева Напоминают об одноименном поселке. Глава местной администрации округа Народный Игорь Сучилин Делится основными проблемами местных жителей. До недавнего времени приходилось помогать с дровами, Договариваться с водоканалом о водоотведении талых вод. Формально это частная земля, где жители должны делать все сами. Фактически часть города, где жителей нельзя оставить без поддержки. Ни по закону, ни по-человечески. Бывает, что так как это тупичковая улица, сюда заезжают понятные автомобили. То есть просят нас, чтобы мы через правоохранительные органы Поставили этот участок на периодические осмотры. Ну а сейчас, чтобы такого, как раньше старая деревня, все друг друга знали, Такого нет. Сейчас здесь как в городе получается. Я могу сказать, что заметьте, да, тут что такого общения, Он больше как городской тип стал, что люди живут в квартире, И друг друга соседи не знают. С каждым годом количество домов здесь сокращается. Алексей Степанов, который живет здесь с самого рождения, Отлично помнит, как часть ушла при массовой застройке проспекта Большевиков, Часть после строительства Мурманского шоссе. Говорит, и ему рано или поздно придется отсюда вытелиться. Вопрос в том, что пока никто не знает, когда это произойдет. Что мы испытываем? Неопределенность больше всего мы испытываем. Что это будет? Когда? Ясно, что мы здесь вечно жить не будем. Выезд из города. Наверняка, когда-то случится, нас расселят отсюда. От этого никуда не денешься. Мы же развиваемся, цивилизация идет вперед, не назад. И там, куда еще полвека назад жители Петербурга бежали от цивилизации, она не только догоняет, но и перегоняет. Один из примеров ныне часть территории Санкт-Петербурга – поселок Лисий Нос. Смотрите, вот какая красота эти пионы. Там цвели красный с белым, они уже отцвели. А вот эти вот, а вот эти розовые, мои любимые, очень красивые. Для Ирины Григорьевны Надежиной этот сад – часть жизни в самом буквальном смысле. Ее мама была воспитанницей первых владельцев этого дома – белой дачи в стиле модерн. А этот дуб уже давно стал частью семейной истории. И помню, когда я получила где-то в восьмом-девятом классе бумагу записку от мальчишки, я залезла под эти кусты и читала, чтобы меня никто не увидел, под этими кустами читала записку. Вот. А дуб был маленький такой, чуть выше меня ростом, тоненький хлыстик. Автор целой книги о собственном доме, рассказывая о том, как менялись за десятилетия эти места, сразу акцентирует внимание – шума стало больше, поэтому и забор пришлось поставить повыше. Но более масштабные перемены, по ее словам, здесь все старожилы воспринимают как личные. Именно поэтому жители Лисьевоноса сказали твердое «нет» проекту советского Диснейленда, который затеяли построить на этом месте в 1988 году. И главная надежда здесь на то, что и в 21 веке к вопросам развития будут подходить разумно. Все-таки мы говорим о сохранении жизни в нашем городе Петербурге, сохранении жизни комфортной, приятной и удобной. То нужно сохранять вот эти вот места, которые дают здоровье людям, они отнимают его. Но город наступает, и наступает неизбежно. Один из символов – уже построенный Лахта-центр, в тени которого теперь живут жители округа Лахта-Ольгина. Вот даже сегодня мы можем определить, что дачи все были индивидуальны. Мы можем здесь увидеть вот эту дачу, она в каком-то китайском стиле, с беседками, и она восстановлена. Крылет Виктор Федоров рассказывает. Здесь в конце 19 века зарождалась, говоря современным языком, индустрия активного отдыха. Яхты – первый в России теннисный клуб. Теперь по краю поселка запроектирована новая трасса. Рядом – железнодорожный пересадочный узел. Эта идиллическая картина застывшего во времени деревенского Петербурга в тени небоскреба уйдет в прошлое уже через несколько лет. Вопрос – что придет на ее место? Здесь должны быть, если и появиться, то двух-трехэтажные дома, коттеджи или что-то, что не будет спорить с ландшафтом. То есть урбанизация – да, это развитие города. Никуда не деться. Она не должна идти вразрез со стариками. Абсолютно. Потому что если мы забудем историю, мы забудем себя. То, что Петербург вбирал и вбирает в себя поселки и деревни – неизбежный процесс городского развития. Город растет. Так было и так будет. Но ведь этот деревенский Петербург продолжит жить. В детипично узких улицах, старых дачах, контурах жилой застройки. Но самое главное – в сердцах петербуржцев. Антон Цуман. Пульс города. Известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица взорвал на днях тишину летнего Петербурга. Он принял участие в фестивале этнической музыки «Этто Этно». Но особый интерес это событие вызывает, потому что недавно сербский режиссер заявил о своих новых творческих планах. Он будет снимать масштабную киноэпопею по мотивам мертвых душ Гоголя. Вот это будет кинохит. Кустурица и Гоголь. Извините за выражение – в одном флаконе. Гремучая смесь, наверное, получится. Вот давайте пойдем на этот фестиваль, послушаем музыку Кустурицы и заодно поговорим с ним об этом удивительном проекте, который он задумал. Первая музыка, которая сделана – это фольклор. В фольклоре там были самые гениальные композиторы, потому что у них не было папиры, они ничего написали, они играли. «У меня Питер всегда связан с Федором Михайловичем Достоевским». Новая картина будет закончена до 2024 года. Это будет фильм «На основе мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. И в заключение наша рубрика «Кино и песни Ленинграда». Ее мы посвящаем одному замечательному событию. Ровно 85 лет назад в Ленинграде был осуществлен запуск первого телевизионного эфира. 85 лет назад началось то, чем мы сейчас в нашей программе «Пульс города» и занимаемся. Началось телевидение. Телевидение – это грандиозное шоу, которое было рождено в прошлом веке, но сейчас, несмотря ни на какие социальные сети, интернет, извините за это грубое слово, хайп остается одной из самых ярких и необходимых примет жизни современного человека. Телевидение, которое ругают, хвалят, которым восхищается, которое обвиняет во многих наших бедах и проблемах, но которое все равно смотрят и будут смотреть. «Пульс города» – тоже часть этого шоу. И уже 10 лет наша команда продолжает его делать, потому что шоу должно продолжаться. Мы заканчиваем этот телевизионный сезон, уходим в отпуск, вернемся уже через месяц, появимся в обновленной студии и опять постараемся вас удивить. И что бы ни произошло, нам нужно найти силы, чтобы продолжать. Ведь шоу, а значит и вся наша жизнь, должны продолжаться. Шоу must go on. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok